Здравствуйте! Паритул в эфире и с вами я, Калашников против Фестру. Итак, хочу сегодня рассказать еще раз длинно и подробно о нашем изделии. В простонародье мы ее именуем клюшка. Предназначена она для того, чтобы соединить две столешницы. По-разному народ говорит, под еврозапил, еврозамок, как угодно. Но в принципе суть от этого не меняется. Наше изделие, в отличие от других аналогичных изделий, на мой взгляд, отличается гибкостью. Поскольку то, что делает клюшка, я уверен, не делает. То есть делает, но с большими танцами, с бубном аналогичный инструмент. Итак, самое главное наше отличие, то что нам по плечу и острый угол, и развернутый угол, и разная толщина столешниц, для того, чтобы соединить, допустим, особенно это актуально в Европе, поскольку у нас проблем таких с квадратными метрами нет. А вот в Европе все маленькое, дорогое, убогое. Иногда в маленькую квартиру в 22 метра надо и кухню установить, и шкафы, и все, что только может быть. Поэтому вот этот момент соединения двух неравных столешниц по ширине, он имеет большое значение. Следующее напоминание. Нужно понимать только формулу, но я ее все равно напомню вам, да? Вы должны плясать от вашего копировального кольца. И то, в моем случае это 24 миллиметра, постоянно делить на 2. Если мы разделим мое кольцо 24, делим на 2, получаем 12 миллиметров фрезу. Вот. И, естественно, еще раз эту фрезу делим на 2, это наш отступ маркер. Да, в моем случае 6 миллиметров. Вообще у нас маркеры есть на три типа размера, то есть три кольца, да? Тридцатку, которая, по крайней мере, у Festo штатно поставляется, и у Makita, я знаю, есть тридцатка. Вот. Сороковку. Вот. Здесь у меня этого маркера, по-моему, нету. Сейчас посмотрю. Наверное, нету. Может и есть. Да, нету. Это вот семь с половиной, это на тридцатку. Вот. Это на двадцать четверку. Сороковка будет 10 миллиметров отступ. Вот. И в моем случае я еще буду использовать вот такой. Такого маркера я вам еще не показывал. Он тоже, на самом деле, индивидуальный. В моем случае это 6 миллиметров. Вот это вот. Ну, все по порядку. Я сейчас расскажу, что, куда я буду устанавливать. Видео будет немножко длинным, но я его расцениваю как некую инструкцию. И поэтому меня зритель простит. У меня здесь, как подопытные, да, два куска МДФ тридцатки. Зритель меня может упрекнуть. А вот, что ж ты не показываешь на настоящей столешке. Могут быть сколы там, когда ты будешь заходить. Дело в том, что я сейчас мало имею дела именно с классическими столешницами. Чаще мы работаем с корианом или с искусственным камнем. Там такой проблемы нет. И покупать для видеоролика отдельно столешку, ну, как бы, нету ни времени за этим ездиться и так далее. Тут самое главное, на мой взгляд, это то, что тревожит зрителя. Это то, при соединении будет ли тут зуб или нет. Потому что, когда ты ровную фрезеруешь, там этой проблемы нет. А вот, когда скругление идет, это нормальный вопрос, который беспокоит граждан. Поэтому мы, естественно, на него ответим. Итак, первое действие, которое мы должны совершить, это найти, ну, то есть, найти место наших столешек уже непосредственно над кессонами. Да, в том месте, где они будут жить. Если это развернутый угол, нам надо продолжить. Да, вот здесь обрезать, либо это, либо острый угол, то значит, вот здесь будет горб, его нужно срезать вот так, да. Здесь, вот как у вас пойдет вырез сюда, в эту сторону, или наоборот, вот так, не имеет значения. Это вам ответ даст то, как у вас расположен плак-электрик или там мойка или еще что-то. То, что вы будете еще врезать. То есть, вы уже смотрите, как вам лучше этот шоу распределить. Сюда он уйдет у вас или туда уйдет. То есть, здесь вот такая ситуация. Это первое, что мы должны сделать. Второе. Мы должны понимать, что на самом деле, от того первую из деталей мы отфрезируем вот здесь, внутри, или наоборот, снаружи, срезая вот это вот, да, лишнее. Не имеет значения последовательность. От перестановки слагаемых сумма не меняется. То есть, это кому как нравится. Я предпочитаю всегда вот это действие совершать. Мне так почему-то удобнее вы там и так далее. И, естественно, когда мы нашли положение наших столешек, они у нас всегда приходят. Ну, то есть, у нас там есть припуск, чтобы это все поиграться, чтобы она нашла свое место. И тогда следующее, что мы должны сделать, в зависимости от размеров, равные ли это по ширине столешки или неравные. Мы должны все, что сделать, это от края отложить. Допустим, мы занимаемся с этой. Значит, отсюда сюда мы должны очень точно отложить вот эту ширину, чем мы сейчас и займемся. На самом деле, это простое действие с меткой. Оно вас либо приведет к отличному результату, либо к не очень хорошему результату. Поэтому делать его надо очень внимательно. И обязательно эта метка переносится сюда. Это важно. Как показала практика, из того опыта, который есть уже у людей, которые работают, самая главная проблема – это найти правильную точку входа и выхода. Если вы их правильно отметили, дальше, в принципе, никаких проблем не возникнет. Вот. Дело в том, что разные способы есть. И ребята показывали в интернете, кто как, кто же самое действие. Я предпочитаю делать так, чтобы ничего особо не считать. Поэтому мой способ, я его уже, в принципе, показывал. Но, тем не менее, обновляя в виде инструкции, он самый примитивный, без каких-либо особых расчетов. То есть, мы просто сейчас это все сделаем поэтапно. И все. Значит, метку мы поставили. Сейчас я объясню, что будем делать дальше. Теперь совмещаем. Да, вот тут очень точно надо выставить эту точку входа. Обязательно. То есть, совмещаем и проводим линию карандашом отточенным. Это то, что станет впоследствии местом стыка. Итак, наша линия есть. А теперь нам нужны маркеры. И вот такой маркер я еще ни разу не показывал. Смысл его такой, что он дублирует две толщины по 6 мм. Это в моем случае. Потому что у меня отступ на маркере 6 мм. И на этом маркере тоже 6 мм. Смысл его в старте. Для того, чтобы вот эта вот часть указала нам твердо. Вот, пожалуйста. То есть, чтобы мы могли клюшку подвести. И четко по вот этому торцевому, по торцевой линии, вот, абсолютно точно установить ее. Здесь же эта часть, это 6 мм, те искомые 6 мм, да, которые нам нужны. То есть, вот они. Вот так вот. Сейчас я это все прикручу. Единственное, что маркеры просто хотел показать. Это довольно легко. Вот такую гайку, да, приобретаем вместе. Заводим ее. Маркер буквально одной рукой можно даже левой установить. Все. Он снимается легко. Одевается легко. Фиксируется вот таким образом. Все. То есть, и мы тогда уже вот фиксируем это все. То есть, выставляем нашу клюшку по этой линии. Итак. Видите, мы маркеры по линии выставили. Смотрим сверху вниз. Вот. И. Точно по линии, да, когда мы убедились, что у нас все соответствует, максимально точно выставили. Здесь чуть-чуть надо сдвинуть. И самое главное, это чтобы у вас вот этот, вот это здесь очень четко становилось. Все. Все. Можем фиксировать. Все выставлено, закреплено. Убираем маркеры. Это очень легко сделать. И все. Сейчас приступим к фрезерованию. Значит, самим фрезерованием я вас не утруждал. Вы видите, да, мы четко попали в точку входа. Вот. Не надо, я думаю, говорить о том, что желательно первоначальную черновую отрезку сделать электролобзиком, чтобы пощадить фрезу. Вот. Но в моем случае я ее не щажу. Почему? Потому что это у меня так называемая алмазная фреза. Оно у меня ходит долго и нудно. Вот. Поэтому я просто за несколько заходов фрезерую и точка. Естественно, если это ламинат, в данном конкретном случае, поскольку вы отсюда туда идете, то здесь практически нет риска сколоть. А вот следующая деталь там есть, потому что ты выходишь наоборот в эту сторону и можешь выломать. Поэтому там нужно применять определенные приемы, чтобы минимизировать риск скола на самом видном месте. И так. Иногда нам все, что нужно, это фактически, поскольку маркеры будут здесь, иногда вот эта вот линия среза, она соответствует уже стыку. И тогда нет нужды фрезеровать все полностью. Мы просто маркеры устанавливаем вот так вот. Заподлицо. И все. И фактически фрезеруем только вот этот уголок. Но это не часто такое удовольствие бывает. Вот. Чаще мы либо вот так фрезеруем, да, если это там острый угол, либо вот так развернутый. Вот. Поэтому нам нужно эту линию найти. Будущую линию стыка уже здесь. И в этом нам помогает уже отфрезерованная деталь. Соответственно, мы выставляем. В данном случае я нарочно сделаю не под 90 градусов. Хотя вы не должны забывать тогда, если у меня в данном случае я буду имитировать развернутый угол, то у меня это должно было быть вот так обрезано. Значит, все, что я сделаю, это сейчас карандашом перенесу уже отфрезерованное значение. В вашем случае оно может быть как-то по-другому. В зависимости от ваших обстоятельств, угла, расположения, коммуникации остальных, там, варочной панели или еще чего-то. Здесь все то же самое. Самое главное – это вот эта линия. Правильно нашли эту линию. Вы правильно от нее дистанцировали свою клюшку с фреймом, и вы в столярном раю. Тут все так же. Самое важное – это вот, чтобы по этой линии у вас стоял маркер. Вот он с линией. Совпадает. Совпадает. То есть, если вы все здесь… Тут торопиться не надо. Вы это все довольно быстро будете делать, как только один раз вы медленно сделаете. Вот. Главное, чтобы вы поняли, как это работает. И все. А потом вы это будете делать быстро. Первые разы не надо делать быстро. Надо просто понять, что ты делаешь. Еще один момент. Не забываем. В Титрек во второй устанавливаем струбцины. Во избежание. Он и в первом пройдет. Но во избежание, так сказать, всяких историй… Он у нас должен быть во втором. Все стоит. Работаем. Не забываем, что мы идем… Фрезер у нас идет отсюда. На выход есть риск выламывания. Да, вот это вот здесь. А значит, надо применить определенные действия. Ну, во-первых, когда вы электролобзиком лишнее убрали, да, но опять же тут электролобзик может косить. В некоторых случаях лучше это все-таки фрезером делать. Рекомендация простая. Во-первых, для этой операции надо отдельную фрезу иметь, чтобы она у вас только это делала. И тогда она не будет там забита. И у вас будет в футляре лежать специально. Только для этой операции. Ни для какой другой фреза. Вот. Она будет, поскольку вы не ставите там 200 столешниц в месяц, да, то она будет практически всегда готова к работе. Вот. И у вас не будет. Ну, естественно, тут разные приемы. Либо обратный ход, когда у вас фреза заходит и начинаете вы потихонечку загрызаться, да, таким вот макаром. Либо сверху вниз потихоньку. Вот так вот. Пока вы полностью не пройдете по мертвой точке. Естественно, это диаметр фрезы надо отслеживать, чтобы, ну, большая часть фрезы не здесь была, а здесь. С этой стороны. Вот. Чтобы не оторвало просто. Ну, естественно, а потом подчистить можно. Но подчистить как? Вы ни в коем случае уже ничего не переставляете. Иначе у вас будет зуб. Вот. Я имею в виду, что сначала потихоньку-потихоньку, и потом вот чистовой еще раз. Вы не забывайте о том, что относительно копировального кольца фреза не в центре фрезера. Поэтому, разворачивая вокруг своей IC-фрезер, вы можете еще подчистить это. Итак, никаких зубов здесь нет. Мы видим. Ход идеальный. И вон он у нас на ноль вышел. Да, если бы мы обрезали вот этот клин, то у нас вышел бы развернутый угол. Но здесь на самом деле, как ты расположишь клюшку, хоть так, хоть так. Прелесть этого стыка в том и состоит, что ты все равно выйдешь в ноль, если ты все правильно сделал. Вот в чем дело. Естественно, у меня здесь не совсем ровная поверхность. И у меня эти столешки не стянуты. Если бы они были стянуты между собой, то, естественно, этой щели практически бы ничего здесь не было. Просто, когда ты стягиваешь это все, это все уходит. Это просто приложено одно к другому. Но самое главное, никаких зубов идеальный стык. Есть еще один момент. В нашем случае фрезер работает, то есть у всех производителей других похожего инструмента, у них как бы фактически в окне работает фреза. Это и плюс. Но плюс только один. У вас опрокидывание, то есть не клюет фрезер. Если вы его на самом деле контролируете, то это довольно редкое явление. То есть можно его, наверное, засчитать как отдельный недостаток, но это больше к мастеру, у которого, скажем, еще рука не добита. Хотя ошибку может сделать любой, конечно. Но если вы привыкли к своей машине и контролируете ее, то это практически сведено на нет. То есть вот этот клевок. Это единственный такой объективный полунедостаток. Но учитывая, что это клюшка и вне соединения столешниц дает достаточно много возможностей по фрезерованию ручек, там всевозможных стыков, потому что с ней можно и с дверями поиграться, а не только со столешками. То есть все остальные шаблоны ничего подобного не делают. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.